У жителей Егендокольского района набралось немало проблем. За последние 10 лет население здесь сократилось втрое. Основная причина – нехватка питьевой воды. Всесторонне рассматриваются подходы к решению проблемы. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил Акмолинскую область. Он встретился с представителями подрядных организаций и ознакомился с ходом работ по реконструкции магистральных водопроводов. На Нуринском водопроводе, обеспечивающем питьевой водой не только Егендокольский район, но и более двух десятков населённых пунктов Коргалжинского и Атбасарского районов, уже полвека не делался ремонт. Из-за частых порывов в несколько сёл вообще не поступает вода. Министерством экологии и природных ресурсов РК разрабатывается проектная документация на реконструкцию Нуринского группового водопровода протяжённостью 337 км. Проект состоит из четырёх этапов. «Вы сейчас сколько в сутки прокладываете?» «Метров 150. У вас осталось ещё около 4 километров.» «4 километров из этого года. А так вообще 12. Если до конца полностью, то 12, да». «Наша цель – закончить 16 из 68 километров в этом году. В следующем году будут идти второй и третий этап этого проекта. Мы выполняем работы на главной станции. Уборка скважин, увеличение запасов воды – это уже работа следующего года. Сейчас на неё разрабатываются проектно-сметные документации». Акционерное общество «Кокшетау Гидрогеология» работает по двум направлениям в партнёрстве с компанией «Биртес Констракшн». На первый этап проекта выделено 330 миллионов тенге. «Мы буквально начали с 1 сентября, мобилизовались. У нас более 10 единиц экскаваторов, тралов, погрузчиков, манипуляторы, бензовозы, соответствующие специальные средства. Мы сейчас идём ежедневно от 1000 до 1500 метров копаем траншею и будем укладывать в день до 2 километров трубы». «Финансируем всё. Самое главное – качество и сроки». «На сегодняшний день уложены трубы в землю уже окончательно 3,2 километра и подготовлено основание ещё под 800 метров, и спаяна труба. Сейчас идёт укладка ещё 800 метров. То есть, в ближайшее время будет уже 4 километра завершено». Напомним, со 2 июня в Егиндекольском районе официально объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера из-за длительного отсутствия питьевой воды. Эльмира Оспанова, Лауры Даулитбек, Медед Каэркенов, Жамбыл Балтаев, Кокщия Акпарат.